Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Ян Баптист Увеникс был художником золотого века Нидерландов. Несмотря на свою относительно короткую карьеру, был очень продуктивным и разносторонним художником. Его любимыми сюжетами были итальянские пейзажи с большими фигурами среди их руин, виды на море, а также позже большие натюрморты с изображением убитой дичи или собак. Он основном отвечал за внедрение сцены итальянской гавани в голландское искусство в картинах среднего размера с группой фигур на переднем плане. Я пользуюсь Википедией. Родился недалеко от гавани Амстердама в семье архитекторов в 1621 году. Он плохо говорил, по-видимому из-за состояния здоровья, и поскольку ему очень нравилось читать книги, мать отправила его работать к книготорговцу. Сначала учился у Яна Микера, который был Шурином его старшей сестры Лизбет. Затем он учился у Трехте, у Абрахама Блумарта, а позже вернулся в Амстердам и учился под руководством класса Корнелис Зона Моэярта. В 1639 году женился на Жастин Аникоттер, дочери Гиллис Аникоттер, который был голландским художником, работавшим в афламандском стиле. В 1643 году Уникс отправился в Рим с Николасом Берхемом, который также учился у Моэрта. Вернулся в Амстердам через 4 года, а его жена отказалась переезжать в Рим. В 1649 году стал мастером гильдии Святого Луки у Трехте. Писал портреты. В 1656 году Уникс переехал в замок Тер-Мей под Уртрехтом, чтобы сосредоточиться на своей работе или по состоянию здоровья. Здесь, вероятно, он и умер в возрасте 38 лет в 1659 году. После его смерти его поместье было продано с аукцион. Его вдова была похоронена в 1662 году. Написал несколько религиозных сцен. Одной из редких работ такого рода является Яков и Исаав. Эта работа находится в Дрездене. Уникс представлен в большинстве важных галерей континента, особенно в Мюнхене, Вене, Берлине, Амстердаме и Санкт-Петербурге. Вот такие небольшие сведения из переводной википедии о художнике золотого века Нидерландов Ян Баптист Уникс. Пока-пока. До свидания. Смотрим работы.